Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом опасе каргырского народа Манаси. Как я вам раньше говорил, мною на основе варианта Сагамбаева-Разбакова написан пятитонный роман «Манас в прозе» на каргырском языке. Этот труд я затем провел через экспертизу Министерства образования Республики. И в настоящий момент этот роман включен в школьную программу по каргырской литературе для изучения эпосов, но в качестве дополнительного учебного пособия. Затем я этот свой же труд перевел на русский язык. И также через экспертизу Министерства образования включил его в школьную программу по каргырской литературе. Для того, чтобы дальше популяризировать этот эпос, я открыл специально интернет-сайт epos.manas.com на английском языке, латинскими буквами, где я выложил оба варианта «Манас» на каргырском русском языке. Кто хочет, тот может зайти на этот сайт, скачать оба варианта романа. А затем, чтобы рассказывать об своем романе, об эпосе, я открыл этот специальный ютуб-канал в течение нескольких дней. Рассказываю вам об истории создания своего романа, об истории эпоса «Манас», о его сказителях. Ну, в прошлой передаче я вам рассказывал о Чахане Вариханеве, который первым начал на научной основе изучать эпосомоназм. Сегодня я хочу рассказать вам о другом ученом, который внес очень большой вклад в дело изучения, популяризации, нашего эпоса. Это Василий Васильевич Радлов. Вам, наверное, известно, что настоящее имя Радла, Вильгельм Фредерик Радлов. Он сам немец по национальности и родился 17 января 1637 года в семье городского комиссара полиции в городе Берлине. В 1654 году, после окончания местной гимназии, он поступил в Берлинский университет на философский факультет. И там он начал брать уроки у высоковеда Вильгельма Шота, который в 1664 году опубликовал научить статью по истории картызов и вновь одними из видных постакноведов своего времени. Но под влиянием своего учителя Радлов принял решение отправиться в Россию и вплотную изучать тюркский язык и тюркскую историю. Он в 1858 году Раду успешно защитил в Венском университете диссертацию на тему о влиянии религий на народы Азии. Его был достойный степень доктора философии. После этого, в мае 1659 года он активно занимается сбором лингвистических, этнографических фальпионов патриалов в тюркских народах, уже будучи в России. Но затем он дважды побывал в наших краях в составе специальных экспедиций. Значит, он в 1862 году в местности Каркра записал отрывок из эпоса Манасма неизвестного сказителя. И затем через 7 лет в 1969 году он снова приезжает в Кыргызстан и живет более месяца среди кыргызских в районе Токмака. И по полной собранной материалы он изучал жизнь, быт, культуру, фольклор, традиции, обычаи Кыргызов, которые стали материалом для его дальнейших трудов. он в течение 15 лет 1869-1884 год, 85-й год он обрабатывал свои собранные материалы, систематизировал их. В 1885 году опубликовал свои труды в книгу образцы народной литературы северных тюркских племен. Второй том этого издания вышел в 1868 году, а третий в 1870 году. В результате этой выдающейся работой имя Радлова стало известным научным в мире и он стал одним из ведущих постаковедов мира. Ну, значит, с именем Радлова также связана публикация труда нашего выдающегося земляка Джусупа Баласарына Тауду Белик Благодатное Знание. Он первым опубликовал и он вместе с другим ученым Томпсоном он Радлов расшифровал первые 15 двух из найденных в то время архонно-енесейских письменности. Это стало ключом к тому, что в дальнейшем вся эта наша письма была расшифрована и весь мир получил сведения о жизни наших предков. Великий ученый востоковед Тюрколог Радлова номер 19 мая 18 года в возрасте 81 лет и был похоронен в Смоленском кладбище города Санкт-Петербурга. В память о нем 2002 года Музей антропологии и этнографии Санкт-Петербурга ежегодно проводят трехдневные радувские чтения где собирается этнограф антропов и локалист Музовеведа чтобы поделиться своими знаниями открытиями области значит своей научной исследованием. Вот вкратце все что я хотел сказать об исследователе Василии Васильевича Рарлове на теперь продолжим чтение моего романа посмотреть на новорожденного Манаса гости пришли Ахбалта Ядлбит Ахбалта взял унижавший по себе вечерин Манаса и пристально посмотрел на него пусть жизнь его будет долгой поцеловав младенца с удовлетворением сказал Ахбалтак пусть он отомстит всем нашим врагам взяв с рук алба охвал ты сына радостный Жак также поцеловал его лицо дайте им Манаса нетерпливо попросил средний урод худышавый смог ловиться и Адлбек когда Жак перезно передал сыну он некоторое время внимательно углядывался на него а тем он отсторожно поцеловав его нос он неожиданно взрогнул как бы испугавшись чего-то что теперь будем делать с монахом Калмаков просил Ахбалтак как скроем от него рождение монаха все растерялись не зная что ответить и вьюг уцарилась генетущая тишина ахбалтак задумчиво иди монаха сюда а во вдоль отпуск спрячет монах с высоченной юрки что-то задумал удивился Жак не тратьте время зря и делайте то что я говорю потом сами все поймете хорошо Жак Падалбек и Бахтолед вышли из дома а чтобы выполнить этот приказ в доме остались только Ахбалта и Чирде через некоторое время Жак вернулся обратно вытащить под халата маленького черного шинка он передал его Ахбалте тут осторожно положил его в постель к Чирде вот теперь все в порядке удовлетворенно поездил Ахбалта немного погодил Ахбалт привел домой еле стоящего на ногах внутри пьяного кочку монах был одет в синий халат и осровер черный колпак заходи уважаемый монах сказал низкопоклонив в кость Ахбалта зачем вы меня вызвали Бурута раздраженно спросил долговязый сквастый рыжий монах я с удовольствием лежал пил водку а вы меня потревожили извини наш дорогой везли углубнулся Ахбалта мы позвали тебя чтобы исполнить приказ о лауке о том что при рождении детей обязательно сообщать об этом его монахом у нас жена жена жака породила ребенка жена жака породила в пианой холке спросил монах да ответил Адлбек ты монах здесь ходишь потому что много чего знаешь и без лишних слов быстро вникаешь в любую ситуацию монах вопив чашу кумы протянутого волтой положил в свою рот кусок сочный баранин пошатываясь он подошел к черту откинув одеяло монах увидел лежавшего рядом с нею черного шинка проклятие волтар ты меня прикончил задыхаясь ревном проговорил мгновенно прогреживший монах оказывается жена жака породила не человека а собаку не в силу произнести еще что-либо он в ужас с дико утрощенным глазами стал отступать назад неожиданно он упал и потерял сознание к нему сразу на помощь поспешил жакоб о господь запаникавал спасайте монаха если он умрет калмаки не оставит нет покоя и повесят вверх ногами жакоб торопливо набрал из ведра в кофе в воды и побрызгал в лицо монаху кучку пришел себя и с трудом открыл глаза как ты монах с тревогой спросил брак хорошо бессиленно ответил кучку тогда вместе с моим человеком пойди домой где ты остановился отдохни там поешь мерцем попей кумуса нет нет каргаза решительно покачал головой кучку теперь если дадите не точно кумус а даже золото с меня вверх я ни за что не останусь здесь в народах где женщина рождает и человека а собаку не будет ни счастья ни благополучия ни воду я сегодня же уеду из вашего аила как ни просили ни умоляли каргазы монах никого не послушался еле поднявшись с места покачиваясь он ушел из зерта после того как монах ушел а Бабдолит принесла монах обратно домой и передала его Агбалте он открыв правую ладошку младенца увидел надпись Монах его нам дал Бог радостно обратился ко всем Агбалта родился наш монах которого так долго ждали пучер станет богатырем оправдает наши надежды послужит нашему народу пучер помните ваши слова загомонили все в доме в это время как в Балте подошел Агбалт чем-то расстроенный дядя сказал он мы радуясь рождению монаха хиткостью прогнали монаха однако если завтра Гиги Халмаки прознает о рождении ребенка нагрянут к нам с проверкой тогда мы можем огрести горе и лишиться ребенка это правильно согласился Жак Халмаки завтра же узнает о нем надо найти какой-нибудь выход когда присутствующие в доме молчу ставят друг на друга всех опять выручил агбалт согласны на это все загомонили согласны нет решительно покачал голова так не пойдет если прибывшие к нам Халмаки осмотрят ребенка и прочтят метку на его ладони сразу все поймут и тогда мы лишим сама нас да и нам сами придется туго за обман после таких слов все снова упали духом кроме Жак что дело с пребывающим и бывающим Халмакем предоставьте мне братья улыбнулся он ведь недаром говорят что золото собьют с пути даже святого того кто придет к нам с проверки я накормлю до отвала мясо залю по уши водкой да сколько бы он не попросил золота и отправили его в освоязь да так что он сам забудет для чего приезжал и зачем уезжает тогда закрепим наши договоренности подвем строга в алтар никому не будем говорить о рождении Манаса возможно через некоторое время метка на его ладони исчезнет если бы это произошло многие проблемы решили сами собой тяжело вдохну Жак верно согласился вот а теперь будем свято хранить эту тайну беречь ее как земницу волка все согласившись с этим разошлись по домам через несколько дней они снова собрались в доме Жак на большой пир он длился три дня на который в числе других прибыли калмаки во главе с Ушаном Богатурем и казахи Айдар-Ано народ Жак в семьдесят юрт все как один с большим почетно встретили гостей было мясо в узабиле как гора лото росол как озеро айденку Жак провел для гостей разные игры и поставления в конце пира навью мясо ведя за собой скот в гости разъехались по домам ну вот уважаемые товарищи наше время подошло к концу я желаю вам всего наилучшего до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...